Добрый вечер, дорогие друзья! Мы продолжаем с вами разговор о греческом языке Нового Завета. И сегодня у нас очередная тема – родительный и дательный падеж в греческом языке. На прошлом занятии мы с вами изучили формы именительного и винительного падежа. Осталось выучить следующие два из таких общеупотребимых падежей греческого языка – родительный и дательный. Есть еще звательный падеж, к нему мы обратимся чуть позже, но он встречается достаточно редко. А вот родительные и дательные падежи встречаются тоже очень и очень часто в греческом тексте, и их нужно знать. Собственно, поэтому мы к этим падежам и обратимся. Ну и чтобы лучше прочувствовать значимость родительного падежа, ну или может быть вообще падежей в греческом языке, мы начнем с другой небольшой текстологической проблемы, с одного разночтения, которое есть в греческих рукописях, и которое описано в прикосновении к экзегетике в начале седьмой главы учебника Маунса. Мы время от времени затрагиваем всякие текстологические вопросы, может быть вы это уже заметили, еще заметите, но тут уж ничего не поделаешь. Изучая греческий язык, мы получаем возможность не просто вот какой-то готовый напечатанный текст рассматривать, но получаем возможность прикоснуться к сложной, конечно, и где-то может быть даже болезненной, но тем не менее необходимой в сфере текстологии. Греческие рукописи переписывались от руки, в греческих рукописях есть разночтения, и при анализе текста эти разночтения обсуждаются. Не надо думать, что наличие разночтения делает наше знание в священном белописании каким-то чрезвычайным ущербом. На самом деле разночтений немного, значимых для смысла разночтений немного, афографических ошибок и так далее, конечно, большое количество, но они не важны, они сразу же очевидны, а вот значимых значений немного, и, как правило, тот факт, что у нас есть очень большое количество рукописей, мы можем анализировать и рассматривать, как развивалась рукописная традиция, позволяет принять решение в отношении того, что же все-таки было первоначально и из чего что получилось, но, тем не менее, вопрос рукописей совершенно снять на настоящем этапе невозможно, и какие-то разночтения мы вынуждены обсуждать, хотя бы по той причине, что те рукописи, с которыми делался синодальный перевод Нового Завета, достаточно отличаются, достаточно сильно иногда, от тех рукописей, которые используются для современных переводов и современных изданий. 140 лет назад, когда делался синодальный перевод, текстология находилась в еще зачаточном состоянии, более того, синодальный перевод, конечно же, сделанный православной церковью, близок к византийской рукописной традиции и не учитывает какие-то другие варианты, поэтому из-за необходимости все время взаимодействовать с синодальным переводом и рукописной традицией, стоящей за синодальным переводом, мы так или иначе периодически будем обсуждать текстологические вопросы по той причине, что пользуемся мы теперь не синодальным переводом, но греческим текстом, являющимся результатом многолетней, столетней работы текстологов и позволяющей нам чуть точнее в некоторых деталях знать греческий текст и быть более уверенным в том, что мы понимаем, как выглядел оригинал. И вот один пример, с которого, собственно, начинается урок, и который и пример использования падежей, и пример некой значимости падежей. Евангелие от Луки, 2 глава, 14 стих, пожалуйста. Евангелие от Луки, 2 глава, 14 стих, очень известные слова. Слава в Вышних, высочайших Богу, и на земле мир, в людях. И теперь то слово, которое привлекло наше внимание. Эудокез. Эудокия – благоволение. Эс – это окончание родительного падежа. И здесь возможны варианты, потому что если вы посмотрите, например, Синайский кодекс, достаточно известный рукопись Нового Завета, и посмотрите, как написано в Синайском кодексе, то вы увидите, что в Синайском кодексе там стоит Эудокия. И видно, что что-то было написано еще после Альфа и потом стерто. Ну и, приглядевшись, можно как раз различить, что была стерта Сигма. Поэтому был вариант Эудокия-Ас, который был потом кем-то из редакторов этого кодекса, впоследствии переправлен на вариант Эудокия. В чем разница между одним и другим вариантом? Эудокия – именительный падеж, Эудокия – родительный падеж. Если мы читаем с именительным падежом, то на земле мир, в человеках благоволение, именительный падеж – это Эудокия. И если мы читаем с родительным падежом, на земле мир, в человеках, или в людях, в людях благоволения. То есть благоволение. И тогда это перестает быть самостоятельным утверждением, перестает быть перечислением из трех пунктов, вырослал в Вышнее Богу, на земле мир, в человеках благоволение, а становится утверждением из двух пунктов, Вышнее Богу слава, первое утверждение, «На земле мир где?» «В людях благоволения». Что за такие люди благоволения? Люди, которым благоволит Бог. Люди, характеризуемые благим Божьим изволением. Не везде мир. И это, кстати, достаточно очевидно. Песня ангелов при рождении Иисуса Христа была бы весьма ложной, если бы мы утверждали, что теперь на земле мир. На земле по-прежнему зло, на земле по-прежнему война, на земле по-прежнему нет мира между людьми, и нет мира между людьми и Богом. Церковь от имени Христа просит примиритель с Богом на Боге, но люди не примиряются. Однако на земле есть люди, которым благоволит Бог, на которые распространяется Божье благоволение, которые обратились к Нему, и у этих людей есть мир. Поэтому, хотя очень привычно звучит нам такое трехпунктовое перечисление «Слава Вышнего Бога на земле, мир в человеках благоволения», и хотя оно как-то очень оптимистично звучит, но на самом деле, если мы подумаем, гораздо реалистичнее утверждение, что Вышний Богуслав, Вышний все нормально, но на земле мир не везде, а только в особых людях. И вариант с родительным падежом хорошо соответствует этому. Ну, были, наверное, разные причины, в том числе и богословские, которые, видимо, побудили менять текст в ту сторону, что вообще в человеках благоволение, ей на земле все в порядке и так далее. Тем не менее, анализ рукописной традиции, анализ тех рукописей других, где отсутствует буква «С», она присутствует в первоначальном варианте Синайского кодекса, мы это видели, она присутствует в Александрийском кодексе, она присутствует в первоначальном варианте Ватиканского кодекса, ну, и потом была исправлена некоторых других древних манускриптов в латинском великих переводах, в кубском переводе, Ориген, Кирилл Ивусалимский, Августин и так далее. В некоторых местах при обсуждении этого текста обсуждают вот так, будто бы там есть буква «С». То есть у нас есть достаточно неплохие основания считать, что «С» была частью оригинала, и что здесь родительный падеж и толковать именно как родительный падеж. Но это просто текстология, у вас будет отдельный предмет текстологии, и вы почувствуете и радость, и головные боли, связанные с этим предметом. А пока же, почему мы обсуждаем все это, по той причине, чтобы вы увидели, падеж значим. Изменение с именителем на родительный падеж чрезвычайно сильно изменяет смысл текста. Поэтому внимательно прислушиваясь, приглядывайте к падежам, переводя греческий текст, иначе вы насочиняете чего-то такого, что текста совершенно не соответствует. Но прежде чем анализировать текст, нужно научиться узнавать форму, поэтому первая часть нашего урока мы с вами говорим о формах родительного и дательного падежа, а потом еще чуть-чуть поговорим и об их смысле. Итак, как выглядят формы родительного и дательного падежа в греческом языке? Если вы сейчас следите по учебнику, мы перескочили через раздел небольшой, посвященный смыслу, мы к нему еще вернемся. И для начала просто посмотрим на формы. То есть начнем с пункта 7-8. В вашем учебнике там приведены окончания родительного и дательного падежа в греческом языке. Ну и для полноты картины также именительного и венительного. В первой табличке вы видите, собственно, сами окончания. Во второй табличке вы видите окончания вместе с последней гласной основой. И учитывая, что есть некие фонетические процессы, взаимодействия между гласной основой и окончанием, на практике гораздо легче и полезнее для узнавания заучивать именно вторую таблицу, потому что в ней вы встречаете то, что вы видите на практике, то, что вы видите в словах. Так что мужской род изменения по падежам о-с-у-о-он, о-й-он, о-й-с-ус. Родительный падеж единственное число окончания дифтонг-у, дательный падеж единственного числа, удлинившиеся в омегу-о-микрон с подписной йотой. Здесь у нас возник несобственный дифтонг-у-и. Несобственный дифтонг-у-и, помните, это длинная гласная, йота перестала произноситься, и чтобы мы знали, что она там все-таки была, она пишется в качестве подписной. И так далее. Что здесь нужно заметить? Заметить, чтобы облегчить запоминание себе. Во-первых, посмотрите на форму дательного падежа. О с подписной йотой мужской род, э-и-а с подписной йотой женский род, о с подписной йотой средний род. Это единственное число, а дательное множественное число, ойс, айс, ойс. Видите, и там, и там присутствует йота. В единственном числе, или она подписная, во множественном числе, она не подписная, она, собственно, часть дифтонга, но йота очень хороший при изнак дательном падежа. Кстати, третье склонение, когда мы будем изучать, вы увидите, что там тоже йота есть. Поэтому увидели йоту, понимаете, что дательный падеж. Ну и, кстати, здесь нужно сказать спасибо издателям, которые регулярно эту подписную йоту пишут, чтобы мы видели, что это дательный падеж, хотя она не произносится, и окончание это звучит просто как о-э-а-о. Но бывшая, некогда йота, ставшая подписной, указывает нам, с издателем спасибо на то, что мы имеем дело с издателем падежом. Еще одна деталь, на которую нужно обратить внимание. Если вы сравните в родительном и дательном падеже окончания мужского и среднего рода, вы увидите, что они всегда совпадают. Это хорошее подспорье в запоминании, это резко сокращает количество тех окончаний, которые вам нужно заучивать. Что еще? В родительной падеже множественного числа окончание всегда он. В мужском, женском и среднем роде, а и даже в третьем склонении, то есть очень-очень стабильное окончание всегда он. Но еще из каких-то примечательных вещей в женском роде о родительном падеже окончание с и в женском роде множественном числе в винительном падеже тоже окончание с. Поэтому для некоторых слов, которых основа заканчивается на альфу, формы женского рода единственного числа и формы женского рода в винительном падеже множественного числа совпадут. Как быть? Ну, на самом деле, по контексту достаточно легко всегда разобраться, имеете ли вы дело с единственным числом или с множественным, имеете ли вы дело с родительным прижимом или с венительным. И как-то вот так сходу я не помню ни одной ситуации, где был бы толковательный спор, связанный с тем, что непонятно в каком роде и падеже стоит слово. Как правило, важная информация в тексте всегда дублируется, уж о ком идет речи, какое там число и какая вообще конструкция предполагается, мы выясняем не только исключительно по окончанию, но по другим элементам текста, поэтому контекста достаточно, чтобы разобраться вот в этой разнице. Но все остальные окончания вы видите, они достаточно характерные и их не так сложно будет узнавать. На следующей странице вы можете посмотреть как выглядят собственно слова теперь уже в мужском, женском, среднем вроде соответствующие во всех соответствующих падежах. То есть логус, логу, логу, логон, логой, логон, логуис, логу. Ну и то же самое графе, графес, графе, графен, графай, графон, графайс, графас. И эргон, эргу, эргон, 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 эргойс, эргон. Ну и у женского рода есть варианты с этой, есть варианты с альфой. Они различаются только в единственном числе хора, 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 хора. Во множественном числе в любом случае вы увидите альфу. Так что запомните, пожалуйста, окончания. Посмотрите, как они выглядят в реальных словах. Ваша задача добиться того, что увидев слово, увидев его окончание, вы должны быть в состоянии сказать, в каком именно падежестве и числе стоит данное слово. Дальше в учебнике в пункте 7.10 вы увидите форму артикля. В родительном, дательном и всех остальных падежах конечно же тоже форму артикля нужно заучить. Если вы к ним присмотрите и сравните их с окончаниями, которые вы учили, то обнаружите, что в принципе, что изучение окончания, что изучение формы артикля это фактически изучение одного и того же. Родительный, дательный, подержище очень характерные варианты. У, ну, ТУ в иеромужском роде и в среднем, ТЭС, а в женском роде та же самая подписная Йота в дательном падеже, то же самое окончание У в родительном множественного числа, тот же самый дифтонг с Йота в дательном множественного числа. То есть очень легко учить артикли и окончания, ну и фактически вы все это должны выучить вместе, чтобы артикли и окончания вы могли узнавать. В параграфе 7.11 переведена полная парадигма, то есть переведены артикли вместе со словами в различных падежах, и вы можете посмотреть, как все это выглядит. Ваша задача уметь узнавать все эти формы, поэтому, пожалуйста, потратьте время, не жалейте на это время для того, чтобы узнаванию всех этих форм научиться, иначе, опять-таки, ваше чтение греческого текста будет с потыканием. Конечно, программы типа Байблзум и так далее тут же вам напишут, в каком падеже, в каком числе стоит каждое из слов, но если вы по слову каждую смотрите, 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 это не чтение, это не нормальное восприятие текста, нормально, когда вы прочитали и почувствовали, да, вот, текст как текст. В конце концов, помните и глухую куздру, и калушу с калушатами, и все остальное, то, что мы в начале предыдущего урока обсуждали, да, вот, надо чувствовать формы, и тогда вот текст как-то заиграет красками, а поэтому их нужно учить. Итак, мы с вами посмотрели на формы родительного, удательного падежа в греческом языке, в плампе 7.12 вы увидите некие правила для существительных, но это уже озвучивали, наличие идиоты, иногда она стоит просто, иногда она оказывается подписной в удательном падеже, в пятое правило, то, что гласные могут менять свою долготу, становясь более короче или длиннее, то есть, омикра может превращаться в омику или что-то в этом роде, да, шестое правило о совпадении родительного и дательного падежа в мужском и в среднем роде, ну, то есть, вот такие вот подсказки, которые помогают вам сориентироваться. Что еще есть в этом учебнике? Еще говорится о том, что есть несколько слов, которые не следуют общим правилам, которые иногда имеют немного неожиданные окончания. Из важных для нас слов первое такое слово это слово Ирисус. Как-то так случилось исторически, что в дательном падеже у него точно такое же окончание, как и в родителе. но опять-таки это имя, многие заимствованные имена вообще не склоняются, вспомните Абрам, Давид, они вообще несклоняемые слова, и слово Иисус склоняемое, ну, склонение вот немного непоследовательное, поэтому просто запомните, что форма дательного падежа единственное числа точно такая же как форма родительного падежа, то есть и лесу. и перед вами вот парадигма этого слова. артикль иногда поможет, и автор Нового Завета в тех случаях, где может возникнуть какая-то двусмысленность и можно неправильно падеж помимо всего прочего ставят артикль, что падеж пополнили. Ну, в других случаях наличие каких-то окружающих слов помогает падеж поднять однозначно, так что опять-таки каких-то сложных толковательных проблем с вот этой формой необычной дательного падежа у слова Иисус нет. А еще одна сложность небольшая описана в параграфе 7.14 сложность эта связана с тем, что в греческом языке есть несколько слов, у которых в единственном числе женском роде альфа это варьируется. Например, слово докса, у которой именительный докса, родительный доксес, а не доксас, видательный доксе, а не докса, и винительный доксан, опять с альфой. То есть альфа это, видите, варьируется. В каких случаях альфа заменяется на эту. В тех случаях, если альфе предшествует, у нас есть такое небольшое правило, в учебнике эпсиол, йот или ром, альфа остается альфа. В противном случае она может заменяться на эту. Это не создает какую-то большую проблему. Если вы заучиваете первое склонение сразу с альфой и этой, то невелика вероятность, что вы запутаетесь и перепутаете одно с другим. В любом случае альфа или это есть и форма и родителя выдательного падежа по-прежнему легко узнаваемая. Но просто чтобы вас не смутило в дальнейшем такая вот вариация, нужно знать об этом эффекте. Так что у вас теперь достаточно сведений, чтобы для слов первого и второго склонения узнавать все основные падежные формы. Поэтому приучите себя быть внимательным, приучите анализировать и в переводе будьте аккуратны.